добрый день хочу сегодня вам сказать как каким образом работает установка цен в программе 1с управления торговлей формирование прайс-листа и все что с этим связано то есть как это все делается соответственно для того чтобы у вас несколько видов цен было и вы могли использовать там разные виды цен в документах договорах в соглашениях нужно зайти в инс и администрирование здесь серым маркетинг и на вкладке маркетинг указать галочку несколько видов цен вот дальше нужно сделать следующее на там после того как вы это сделали зайти также серым и маркетинг настройки справочники и здесь есть справочник который называется виды цен вот его нужно заполнить заполнить теми ценами там с которыми вы работаете давайте создадим закупочную цену посмотрим как это делается как это создается вот создаем закупочную цену называемые допустим на закупочная закупочная новая пусть она у нас будет английском писал закупочная новая пусть вот так называется у нас автоматически возникает идентификатор для формул то есть это такой параметр если вы захотите эту цену использовать в каком-нибудь расчете в каком-нибудь калькуляторе то соответственно мы можете обратиться к нему по имени статус должен быть действует действует не действует есть соответственно статус действует можете поставить не действует тогда и нигде не видно не будет выбираете валюту цены в данном случае рубль цена включает ндс лучше поставить вот здесь использовать при продаже приводит основание документов поставки при передаче и в качестве плановой себестоимости но в качестве плановой себестоимости это не совсем даже и цена, просто нужно заполнять там некоторые документы, какая-то сумма оценка соответственно используется, цена при передаче между организациями, когда вы покупаете на одну, торгуете с другой, используя механизм интеркомпани, она организации, передает там товар другой, по какой-то там внутренней цене, и еще при продаже, приводе на основании документов поставки, поскольку цена закупочная, нас интересует, приводе на основании документов поставки. Способ задания цены, то есть каким образом она рассчитывается, Сручное назначение, наценка на другой вид цены, наценка на цены поступления. Вот видите, нет автоматического назначения цены поступления из документа поставки. То есть для того, чтобы до него добраться, нужно нажать вот эту ссылку и использовать полные возможности. И, соответственно, здесь у нас появляются дополнительные варианты. И здесь есть произвольный запрос к данным информационной базы. Вот его нужно выбрать. И, соответственно, здесь есть уже еще множество вариантов произвольности. себестоимость, плюс процент, максимальные цены, средние. Но вот мы оставим цены поступления. Пусть так будет. Вот. Нажимаем записать. Смотрим, что наша закупочная новая цена появилась у нас в списке. И теперь давайте создадим какую-нибудь закупку. Создаем документ закупки новый. Выбираем приобретение товаров, услуг, закупку у поставщика. Дальше что мы сделаем? Мы выберем какого-то поставщика. Допустим, пусть это будет база электротовара. И подберем товары. Товары, допустим, пусть это будет какой-то телевизор. Телевизор. Вот у нас есть несколько телевизоров. Пусть это будет телевизор Panasonic. Нажимаем перенести в документ. Вот он установился. И напишем, что у нас 10. И допустим, цену поставим 15 900. Все у нас установилось. Проводим. И после того, как мы провели, мы можем уже на основании документа приобретения сделать установку ценной номенклатуры и посмотреть, что у нас там закупочная новая почему-то 19 080. Почему же так произошло? То есть, каким образом это все исправить? Приходим обратно в приобретение и видим, что у нас здесь сумма с НДС 190 800 рублей. Если разделить это на количество 10, то как раз таки вот эта вот сумма 19 080 получится. И, соответственно, у нас документ поступления. То есть, вот без этой галочки у нас. То есть, цена у нас этой галочки. Цена включает НДС. А документ поступления без него. Соответственно, нужно установить эту галку, что цена включает НДС. После этого у вас образуется правильная сумма. Там 159. Заново провести документ. 159 тысяч. И при вводе на основании установка ценной номенклатуры. У вас как раз таки закупочная цена установится 15 900. Давайте уберем все лишнее, чтобы у нас только эта одна цена была. И, соответственно, вот здесь есть такая кнопка «Перейти к изменению состава цен». Здесь у нас выбрано несколько цен, которые, собственно говоря, заполняются именно на основании закупок. Вот. И, соответственно, вот здесь нажмем вот эту вот кнопку «Исключить все виды цен» и оставим только нашу закупочную новую. Вот. И нажмем опять вот эту кнопочку «Перейти к установке цен». Вот. Собственно говоря, после этого у нас вот наша цена 15 900, все, мы ее можем сохранить в базе. Все, она сохранилась. И, соответственно, вы можете посмотреть в приобретении товаров и услуг связанные документы, что установка цен привязана к этому поступлению. Вы всегда вот можете ее открыть вот таким образом. Все. С закупочными ценами мы примерно забрались. Сейчас эта цена хранится в базе, ее можно использовать. Давайте теперь введем цену, которая продажная. вот точно так же создаем новую цену, пишем, что это оптовая. Тоже пишем новая. И указываем, что у нас автоматически устанавливается идентификатор для формул. И мы указываем, что она используется при продаже клиентам. Вот таким образом нажимаем кнопку «Записать» и у нас вот этот вид цен, все, вот он здесь сохранился. И также, да, там цена включает НДС, мы установим. Вот. Разрешите редактирование реквизитов и установим, что цена включает НДС. Все. Теперь давайте установим эту оптовую цену. Зайдем в CRM и маркетинг. Здесь есть цены «Прайс-лист». Вот. У меня уже установлен отбор. Я выбрал только ту номенклатуру, которая в группе «Телевизоры». Вот. Нажмем кнопочку «Сформировать». И здесь отберем колонки «Прайс-листа». А что нам нужно, да? То есть, давайте посмотрим, там, какая цена раньше была. И вот оптовую, новую, да, там и оптовую. Вот две цены выберем. Вот. Две цены выбрали. Вот у нас оптовая для магазинов. И видим, что телевизор там Panasonic никак не расценен. У нас закупочная 15... 15900. Давайте 29500 поставим, что у нас... Не 29500, а там 21500. Так вот. 21500. У нас оптовая новая цена. И, соответственно, мы можем после этого... И давайте дополнительно там здесь вот цены изменим. Допустим, 8500. Пусть будет и 12. Вот так вот. Не 12, а, допустим, 11, 450. Вот. Поменяли вот так вот данные. Соответственно, обратите внимание, если менять ту цену, которая уже была, то если вы меняете вверх, то вот 12250, она подсвечивается синим, а если меняете вниз, то она подсвечивается зеленым. Вот. И, соответственно, после того, как мы все это сделали, ну, собственно говоря, оптовая нам так и не особо нужна цена. Ну, ладно, пусть она там будет. Вот. Давайте лучше оставим один телевизор Sharp, чтобы ничего лишнего не было. Или хотя, пусть будет так. Вот. Соответственно, после того, как мы все это сделали, все это установили, мы можем нажать кнопочку применить. И здесь лучше написать, что это телевизоры, чтобы мы в списке документов могли видеть, где этот документ, каким образом. И вот есть кнопочка такая записать и провести. Установить и записать и привести варианты и записать. Вот. Надо лучше выбирать записать и провести. Нажимаем кнопку Установить. И вот здесь, потом внизу по кнопочке История изменения цен мы можем открыть тот документ, который мы создали. Вот здесь он уже действует, он уже проведен, он уже работает. И, соответственно, здесь несколько видов цен установлено, да, там GVC, Panasonic, Sharp. Соответственно, цена оптовая новая. Теперь посмотрим, как это работает. Нажимаем Продажи. Нажимаем Документ Продажи. Создать. Реализация. И выбираем какого-нибудь клиента. И здесь мы заполняем все это телевизорами. Так, вот они у нас телевизора. Так, тут у нас только те, которые на складе отображаются. Давайте заполним телевизор, который у нас не на складе, да, то есть там просто по остаткам. А здесь мы сейчас возьмем и выберем вот наш Panasonic, который нет в остатках. И здесь, допустим, сделаем там 10 штук. Вот, 10 штук и выберем цену. Вот оптовая новая, если мы ее выберем, у нас автоматически станет цена 21 500. 21 500 и все это будет работать. Вот, также мы могли бы указать там склад, на который мы этот телевизор, то есть склад бытовой техники, на который этот телевизор приходовали, тогда бы у нас все это в остатках еще отображалось, потому что здесь вот не совсем понятно, что за склад, а не понятно, что за договор. Вот, не понятно, что за договор, сейчас вот установили и все это в подборе будет появляться. Вот у нас автоматически после того, как мы вид цены выбрали, то есть у нас автоматически в документ начала подставляться, начала подставляться эта цена. Все, у нас уже все эти данные работают и мы можем каким-то образом каким-то образом все это продавать или покупать или еще что-то делать и так далее вот соответственно мы задали два вида цены это закупочная новая и оптовая новая вот показали таким образом закупочное новое устанавливается с помощью ввода на основании документа ввода на основании документа который называется установка ценноменклатуры вот на основании приобретение услуг и показали как привязывается закупочная новая к ценам поступления вот создали вид цены оптовая новая установили ее значение вручную и показали как она в документах используется вот собственно говоря таким образом можно собственно говоря там таким образом можно задавать цены менять их там и так далее и соответственно давайте еще посмотрим отчет который называется прайс-лист вот здесь мы можете взять выбрать какую-то цену или несколько цен и допустим можете выбрать остатки по складам либо не выбирать остатки по складам вот ну либо нажать настройки да там и выбрать только там ту позицию номенклатуры которая нам интересно допустим там телевизор по на sonic вот и соответственно у вас будет сформировано все эти цены которые там есть на этот телевизор и соответственно вот они тут вправо колоночками будет идти и будет указано там перечень перечень товаров таким образом выглядит прайс-лист ближайшем приближении это такой простой отчет вот и собственно говоря на этом все вот на этом все если вам нужно настроить там категории цен настроить какое-то сложное ценообразование чтобы у вас было несколько колонок в прайс-листе чтобы вы могли выбирать в зависимости от того кому вы продаете автоматически чтобы у вас вставала там цена по какому признаку либо чтобы у вас цена вставала через акции либо еще как-то обращайтесь компании кудрлайн мы с удовольствием вам поможем на установка цен и вот прайс-лист работает на в первом приближении вот следующим образом большое спасибо